Убит еще один. Труп мужчины обнаружили в багажнике собственного авто. По предварительным данным, при себе у него было 10 тысяч долларов. Сами предложили и сами же отказались. Депутаты дали добро на охоту. Отстрел благородного оленя Архара и Козерога в стране по-прежнему разрешен. Девять детских сердец. Многодетная мать нуждается в помощи. Дети не ходят в школу, семья не готова к зиме. Самому младшему всего шесть месяцев. Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте в студии Айян Казакбаева. Перевозил деньги в Турцию или работал в такси? Принадлежал криминальным кругам или был законопослушным гражданином? Сегодня в этой истории больше вопросов, нежели ответов на них. Известно лишь то, что несколько дней назад из дома в Соколукском районе вышел 39-летний мужчина, но не вернулся. А после его нашли милиционеры, уже мертвым, запертым в багажнике собственной машины. С признаками насильственной смерти. Тему продолжит Сабина Дамаскина. Примерный семьянин, отец четверых детей. Так характеризуют сегодня 39-летнего Хусана Керимова его многочисленные друзья, которые собрались в родительском доме мужчины, чтобы выразить соболезнования и проводить товарища в последний путь. Он долго работал на автозаправочной станции. В последнее время занимался частным извозом. Неконфликтный, добрый и, насколько это известно сегодня, не имел в окружении недоброжелателей. Оттого еще более странным для родных кажется его внезапное исчезновение. Я не знаю, как он, в таком случае, не в курсе. Его застрелили, или его ножом, или как он убит, я не знаю. Не такой успешный был. Вот жили вот так, и живет вот так. Более начал строить там дом, и так остался она. Если он успешный, такой бизнес занимался, он бы кончил, наверное, дом. Ничего. Хусан Керимов проживал в селе Комсомольское, что в Сукулукском районе Чуйской области. Вечером 22 октября он вышел из дома и не вернулся. Известно лишь, что направлялся мужчина в сторону аэропорта. Что заставило его поехать к аэровокзалу и знал ли он, что оттуда больше никогда не вернется, родные не знают. Первым искать Хусана спохватился родной брат-близнец. Именно он в ночь с 22 на 23 октября обратился в милицию с заявлением о пропаже брата. Спустя сутки поисков правоохранители обнаружили тело Хусана Керимова здесь, на парковке, близ аэропорта Манас. С признаками насильственной смерти мужчина был заперт в багажнике собственной машины. Предположительно, это Хонда Аккорд светлого цвета. По некоторым данным, при себе у Хусана Керимова в день исчезновения была крупная сумма денег – 10 тысяч долларов. Однако при обыске денег ни в машине, ни у погибшего не оказалось. На той самой парковке, где мужчина был найден правоохранителями, о случившемся сегодня никто ничего не знает. Несмотря на предупреждения на баннерах, которые развешаны по периметру, ни одной камеры видеонаблюдения на месте нет, что, по словам милиционеров, затрудняет сбор информации. К слову, расследованием обстоятельств происшедшего занимаются одновременно несколько следователей разных районов и подразделений милиции. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Досудебное производство начато. Назначены все необходимые экспертизы по факту. Зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 130, то есть убийство. Назначены все необходимые экспертизы. В настоящее время из числа наиболее опытных сотрудников МВД Кыргызской республики, ГУВД Чуйской области, ОВД Соколовского района проводится ряд оперативных и следственных мероприятий. Между тем, по неподтвержденной информации, Хусан Керимов был не просто таксистом, а курьером, занимался перевозкой и доставкой денег. Часть людей из его окружения, как говорят, были в натянутых отношениях с некоторыми высокопоставленными чиновниками. Однако официальные органы эти данные пока не комментируют. Точно так же, как и не сообщают о том, есть ли у следствия какие-либо предположения относительно того, кто мог бы быть причастен к убийству мужчины, чтобы информация не повлияла на ход расследования. Сабина Дамаскина, Самадал Тахунов, НТС. Не успели закончить говорить об убийстве одного бизнесмена, как нашли труп другого уже в аэропорту. Об этом сегодня на заседании Джорху Кенеша сообщил депутат Джан Аракаев. В этот раз парламентарий обратился к членам правительства с просьбой не тратить время на ответы депутатам, а лучше оперативнее принимать меры по раскрытию преступлений и профилактике криминогенной обстановки. Отметим с резкой критикой в адрес правительства, депутат выступил накануне. Он заявил, что правительство не принимает меры, а правоохранительные органы не ведут борьбу с криминалом и, как следствие, в стране наблюдается отток капитала. За полгода, отметил парламентарий из Кыргызстана, было выведено более 240 миллионов долларов. В правительстве на мои высказывания ответили, чтобы я не политизировал эту проблему. Не надо мне что-то доказывать. Необходимо доказать народу, что правительство готово защитить людей от криминала. Это не мой личный вопрос или личный вопрос премьер-министра. Это касается всего народа. Мы должны проблему в Джорху Кенеша поднимать и говорить об этом. Пока мы будем закрывать друг другу рты, будут совершаться преступления, а милиция продолжит задерживать преступников и отпускать их через год-два. Ситуация под контролем. Говорить о разгуле криминала пока нет оснований, а милиция работает исключительно в рамках закона. На заявление правозащитнице Чолпон Джакуповой ответили силовики. Бывший депутат сделал обращение к Сурумбаю Джоенбекову. Настроения в нем пессимистичные. И касаются они не только проблем в правоприменительной практике, вновь принятых кодексов, но и громких убийств, совершенных преступниками с целью ограбления. Некачественные законы плюс криминал, считает Джакупова, еще усугубит бизнес-среду. В социальной сети кипят гражданские активисты нагнетают панику. Депутаты с парламентской трибуны критикуют правительство и в частности МВД за бездействие и непрофессионализм по ситуации с разгулом криминала и последними убийствами. Но на фоне всех этих дискуссий выделилось особенное мнение правозащитницы бывшего депутата Чукру Кенеша, юриста Чолпон Джакуповой. Она сделала открытые обращения на имя президента. В нем правозащитница говорила о новых кодексах, заключила, что с основной концепцией их она согласна. Но в законодательстве, тем не менее, оказались такие недочеты, которые позволяют, по ее словам госорганам, в том числе правоохранителям, нарушать права человека. В юридических кругах широко обсуждается складывающаяся в настоящее время произвольная правоприменительная практика, когда правоохранительные органы незаконны и необоснованно отказываются регистрировать заявление о преступлениях в едином реестре преступлений и проступков без проведения соответствующих проверок, принимая решение об отсутствии оснований для проведения расследования, что является недопустимым. Громкие обвинения в свой адрес милиции отвергают. По словам правоохранителей, нерегистрация в едином реестре просто невозможна. До реформы, отмечают представители МВД преступлений, регистрировались в книге учета. И в течение 10 дней именно следователь решал возбуждать или нет уголовное дело. Однако с внедрением единого реестра проступков и преступлений процедура в корне изменилась. Вот если человек столкнулся с такой проблемой, он прежде всего может прийти в службу внутренних расследований Министерства внутренних дел. Если выявится тот факт, что действительно сотрудник милиции не зарегистрировал заявление, с которым обратился гражданин, в отношении этого сотрудника будет возбуждено досудебное производство за укрытие этого преступления и нерегистрацию его в едином реестре преступлений и проступков. По словам юристов, к своему обращению, чтобы не быть голословными, они прикрепили отдельным приложением обстоятельства по нескольким материалам. Многие из них связаны с куплей и продажей недвижимости. И даже наличие документов, свидетельствующих о сделках, говорят юристы, не защищает граждан от искусственно инициированных уголовных дел недобросовестными следователями. Подобные факты стали возможными из-за того, что правоохранительные органы извращают законы в угоду своим личным корыстным интересам. В некоторых случаях явно прослеживается несовершенство законодательной базы. В таких условиях не может идти речи о привлечении в Кыргызстан иностранных инвестиций. В обществе и СМИ уже открыто констатируется факт колоссального оттока капитала из страны, который сопоставим с уровнем, наблюдаемым в воюющих странах. Люди вывозят деньги из-за высокой коррумпированности государственных органов и отсутствия стабильного законодательства. Если раньше действительно, может быть, закон в какой-то степени позволял переквалифицировать следователю при возбуждении уголовного дела на какие-то другие либо статьи, скажем, мошенничество на менее тяжкие телесные повреждения или хулиганстве и так далее, то на сегодняшний день, когда возбуждается, не возбуждается, а начинается досудебное производство, этот материал полностью исследуется и ознакомливается органами прокуратуры. Для общества убийство бизнесмена это не просто убийство человека. Семья понесла утрату, а экономика понесет урон. На имидже страны, приглашающей бизнес вести дела, в ней черное пятно. Угрожают ли, вымогают ли у коммерсанта или у дворника, для милиции же разницы нет. Конкретно бизнесменов, которые приходили заявлениями о вымогательстве со стороны криминала не было в этом году. Было 4 факта по рейдерству, по отъему имущества. Мы собрали все факты и материалы передали в суд. В своем обращении Чулпон Чакопова упоминает убийство гражданина Китая Хуфура Абдурахимана. В числе подозреваемых, напомним, проходят два бывших милиционера. Предположительно, один организатор преступления, другой исполнитель. Кроме того, большую тревогу вызывает тот факт, что в нашей стране тесно срослись криминал и силовые органы. Вымогательства теперь совершаются не только под угрозой избиений или поджогов. Предпринимателей уже начали убивать. Печальным подтверждением тому является обращение бизнес-сообщества в связи с жестоким убийством владельца кафе Мадина. Служба внутренних расследий, Министерство внутренних дел, оно тоже не спит. Оно тоже систематически и тщательно проводит свою работу, проводит свой спектр необходимых мероприятий. По выявлению именно таких, нечистоплотных на руку. Поэтому я далек от той мысли, что сотрудники органов внутренних дел на сегодняшний день сращиваются с криминалом. Тем более, отмечают силовики, подозреваемых задержали и мотивы уже установили. Следствие считает, что мотив – это грабеж. Предприниматели убили за машину, которую пытались продать. А еще забрали деньги, которые были при нем. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС. Подробнее о том, как проходит следствие по факту убийства бизнесмена Хуфура Абдурахимана, рассказал министр внутренних дел Кашкар Джунушалеев. По его словам, подозреваемые в похищении и убийстве следили за ним. Организатором убийства является бывший сотрудник милиции Курман Алиев. В 2016 году он был задержан за вымогательство сотрудниками ГСБ. Всего по этому делу задержаны 4 исполнителя и 3 участника. Основная версия – ограбление. По предварительным данным, у убитого при себе имело 70 тысяч сомов. Они забрали эти деньги и требовали еще. В интересах следствия другие подробности озвучить не могу, отметил глава МВД. Также Джунушалеев сообщил, что были источники, которые передавали информацию подозреваемым со стороны рынка Мадина. Сотрудники ГКНБ задержали члена Международной террористической организации. Им оказался 39-летний уроженец Джаалабадской области. Как сообщили силовики, мужчина 8 лет находился в официальном розыске в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Акт терроризма». Задержанный входил в состав группировки, которая планировала совершить ряд террористических актов в Кыргызстане. В 2011 году во время спецоперации на территории Ожской области был ликвидирован главарь террористической организации. Мужчине удалось скрыться. На данный момент задержанный во дворе СИЗО ГКНБ города Ож на два месяца. В результате дорожно-транспортного происшествия в Чуйской области опрокинулся микроавтобус. В салоне находились и 18 человек. По предварительным данным, ДТП произошло сегодня примерно в час дня. Столкнулись пассажирский микроавтобус марки «Мерседес-Бенц» «Спринтер» и грузовик, перевозивший свеклу. Когда микроавтобус пытался обогнать грузовик, водитель не справился с управлением и «Спринтер» перевернулся. Из 18 пассажиров пострадали 8 человек. Сообщается, что микроавтобус курсировал по маршруту в Бишкек, Чоу-Пон-Ата. В Бишкеке на пересечении улицы Киевской и проспекта Молодой гвардии четверо мужчин подрались посреди дороги. Видео инцидента отправили очевидцы, но когда это произошло, неизвестно. Видео в соцсетях появилось накануне. На кадрах видно, как дерущиеся мужчины мешают проехать другим водителям. В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что приступили к изучению обстоятельств инцидента. Пока ни один из участников сторон не обращался к заявлению. Сарамбай Джейнбеков принял советника эмира государства Кувейт Абдуллу Аль-Маатука. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества стран. Президент подчеркнул, что Кыргызстан заинтересована в развитии двусторонних отношений с Кувейтом в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В качестве приоритетных направлений совместного сотрудничества назвал сферой регионального развития, сельского хозяйства, цифровизации, строительства социальных объектов и туризма. Советник Эмира Кувейта Абдулла Аль-Маатук поблагодарил главу государства за встречу. Выразил готовность к оказанию дальнейшей социальной поддержки для повышения благосостояния населения Кыргызстана. Он также подчеркнул, что кувейтская сторона заинтересована в углублении двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном. Политика или коррупционное лобби. Джолар Кукенеш не поддержал введение 10-летнего запрета на охоту на некоторые виды животных. Законопроект отклонили 82 депутата из 109. Таким образом, отстрел благородного оленя Морала, Архара и Козерога в Кыргызстане по-прежнему разрешен. Инициаторами проекта выступали 40 депутатов. Активисты и инициаторы закона о моратории на отстрел диких животных пытаются найти объяснение, почему вдруг парламент отклонил этот документ. Причем против моратория проголосовали даже депутаты из числа инициаторов. Что повлияло на решение депутатов, попытался выяснить Игорь Потанин. Уже несколько лет подряд защитники животных из числа активистов и депутатов парламента пытаются добиться принятия моратория на отстрел диких животных. Архара, Козерога, Касули, Морала, а также Кабана. Документы видоизменяли уже не раз. Было много различных инициаторов. На этот раз законопроект внесли сразу 40 депутатов. Однако, несмотря на такое большое представительство, за запрет на отстрел проголосовали только 27 депутатов. Самое удивительное, что против моратория голосовали даже те, кто сам же инициировал этот документ. Я думаю, тут была какая-то коррупционная составляющая. Скорее всего, здесь есть какое-то лобби, потому что в этом вопросе много странного. Даже правительство и органы, которые должны защищать окружающую среду, выступают против этого законопроекта. Вчера из 40 депутатов, которые выступили инициаторами закона, 18 человек не поддержали его. Мне кажется, что конкретно по этому законопроекту, вы знаете, не хватает, наверное, государственного подхода и видения. Идут какие-то интересы, какие-то игры, на мой взгляд. Просто вокруг охоты, которая стала забавой для богатых людей внутри, за пределами страны. Конечно, запрет такого вида деятельности, да, он, наверное, является делом достаточно болезненным и даже лично. Поэтому я считаю, что здесь сыграли какие-то интересы или группы интересов. Среди депутатов, кстати, немало тех, кто сам не прочь поохотиться на рогатых. В сети не раз появлялись фотографии тех или иных парламентариев с окровавленными трофеями. Сами противники закона из числа инициаторов утверждают, что никто к ним не приходил и изменять мнение не уговаривал. Позицию свою они якобы сменили после того, как проанализировали ситуацию с охотничьими хозяйствами и браконьерами. Они уверены, закон не поможет сохранить животных. С первого у меня были мнения хорошие, чтобы запрет. Потом, когда я уже начал встречаться со всеми охотничьим угодьями владельцами, сколько они вложили, какие мероприятия, какие работы они делают. Вот тогда у меня мнение совсем по-другому. Я уже иначе смотрю. Поэтому мы с мораторием ничего не решим, оказывается. Они могут судиться. Это же не только охота. Здесь туризм есть. Они там дорогу строят и так далее. Были обращения от граждан. Очень большие обращения. Мне пришлось, конечно, свое мнение изменить. Не было такого лобби, чтобы вчера я изменил это свое мнение. Если мы даже поставим мораторий, есть люди, которые именно занимаются с иностранными туристами, привозят их, за это платятся определенные большие деньги. И даже в бюджет эти деньги не попадают. Минуя браконьерство, увеличится. В связи с этим мне пришлось изменить свое мнение. Активисты говорят, отклоняя мораторий, депутаты фактически пошли вразрез со всеми документами о защите окружающей среды, которые в последнее время были подписаны нашей республикой. И это касается не только развития зеленой экономики, о которой сегодня говорят со всех трибун, но и, например, стратегии защиты снежного барса. Кстати, вчера, как раз когда депутаты отклоняли мораторий, был день защиты снежного барса. С одной стороны, наша депутация говорит, что нужно защищать, охранять и всячески способствовать увеличению популяции снежного барса. Но никто при этом не говорит, что невозможно увеличить популяцию снежного барса, не увеличивая количество козлов, архаров, популяцию именно коронной базы. Активисты напомнили депутатам, что парламентарии даже принимали участие в марафоне в защиту снежного барса и говорили много о том, как это важно для страны. А на деле сами для этого ничего не делают. Политики тоже, может быть, с народами, как обычно, пробежки сделали. Экологи говорят, через год снова попробуют добиться принятия моратория на отстрел архара, козерога, косули, марала и кабана. Они надеются, что выборы следующего года, а вместе с ними и предвыборная кампания, и встречи с будущими избирателями изменят мнение парламентариев. Кыргызстан вошел в топ-20 стран, достигших наибольшего прогресса, согласно докладу Doing Business, но потерял 10 позиций в рейтинге. В итоговом отчете наша страна оказалась на 80-м месте. Но, несмотря на потерю позиций, Кыргызстан вместе с Узбекистаном и Азербайджаном вошел в двадцатку стран, в которых отмечены наиболее ощутимые улучшения в деловой среде. Отчет Doing Business отражает состояние среды для ведения бизнеса в 190 странах и является одним из ориентиров для улучшения инвестиционного климата. Так отмечается в докладе, среди соседних стран лидирует Казахстан, улучшили свои позиции также Узбекистан и Таджикистан. Ну а лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году вновь у Новой Зеландии. Вторую строчку сохранил Сингапур, на третью поднялся Гонконг. Халатность врачей или трагическое стечение обстоятельств? Специалисты Министерства здравоохранения сейчас разбираются в ситуации, произошедшей в четвертом роддоме. Там неделю назад родился мертвый ребенок. Мать роженец обратилась с заявлением в Минздрав, чтобы в ведомстве приняли меры. Создана комиссия, заключение они вынесут через месяц, когда будут готовы анализы. Параллельно свое собственное расследование по факту рождения мертвого ребенка. Также начали сотрудники перинатального центра. Семья, в которой должен был появиться ребенок, рассказала наша съемочная группа по подробности произошедшего. Но убитые горем женщины просили не показывать лица. Это уже постарше. Приготавливали. То, что поменьше, совсем на младенчиков, это я убрала все. В этой семье тщательно готовились к появлению ребенка. Пеленки, распашонки. У Алины, назовем ее так, должен был родиться мальчик. На учете состояла в третьем роддоме. Вовремя сдавала все анализы. И врач, который наблюдал Алину, говорил, что все хорошо. Однако ребенок родился мертвым. Случилось это неделю назад. В несчастье семья винит врачей четвертого роддома. Туда Алина в сопровождении матери направилась сразу, как началось кровотечение. Наблюдавший ее врач сказал ехать в дежурный родильный дом или по месту жительства, чтобы там посмотрели. Решили ехать в городской перинатальный центр по месту прописки. Там дважды прослушали сердцебиение ребенка. После отправили в палату. Спустя несколько часов уже ночью появились боли в животе. Она говорит, ну понимаешь, у тебя же угроза преждевременных родов. Так и должно быть. Оно должно болеть. Я говорю, а вообще, что делать, что, как? Она говорит, иди ляжь и лежи. Вообще угроза лечится покоем и постельным режимом. Вот когда только усилятся схватки, когда будет периодичность во времени меньше и сильные боли, тогда тебя переведут в родзал. Пролежала женщина по ее рассказу так до утра. И только потом ее направили в родильный зал. Пытались там прослушать сердцебиение плода. Сначала оно было, а потом тишина, рассказывает она. Ребенок появился на свет. Но врачи только констатировали его смерть. Пыталась заведующая говорить, что у меня нет еще истории, что я еще историю не получила, еще снизу мне не принесли, мне не передали. Я говорю, как не передали, если уже девочка уже родила, а у вас еще истории нет, вы даже без истории принимать не будете в свое отделение? Как у вас нету истории? Когда ребенок-то вот родился, получается, она начала тоже, вот заведующая начала говорить, что он недоношенный, он маленький, так как на их УЗИ последнем показало, что там якобы 31 неделя. Ну, это не так. Они стали говорить, что он недоношенный, маленький, вот посмотрите, у него уже вздут животик, у него какие-то патологии, у него какие-то отклонения. И мы таких, у нас тут не Европа, чтобы таких выхаживать. Патологоанатом, по ее словам, подтвердила, что развивался ребенок хорошо, никаких патологий не было. И шла 35-36 неделя беременности, говорит мать Алина. Сейчас в этом деле разбирается как в самом здраве, куда она обратилась с заявлением, так и в роддоме. В перинатальном центре говорят, что врачей в ночь с 17 на 18 октября было достаточно. Я передала в отдел кадров протокол разбора и объяснительные всех сотрудников, чтобы определили наказание для врача и акушерки. Там есть заключение заместителя главного врача по лечебным вопросам. Выписку из приказа мы дадим родственникам по их требованию. Сейчас все документы, плюс у нас беседа именно с персоналом, вот именно кто принимал участие в услугах этой родильницы. Сейчас все данные мы собираем, изучаем и по результатам мы дадим свою оценку. Конечно, будут факты, которые указала заявительница, они будут тщетно рассмотрены. И по всем ее фактам мы, конечно, будем свои уже выводы делать. И, возможно, по недопущению данных ситуаций у нас тоже будет непосредственно и с администрацией 4-го дома проводится работа. Кого накажут? Кого? Самую маленькую медсестричку, которая выполняет указания врачей и без указания врачей она ничего не может предпринять. Если на нее все повесят, ну, как бы, смысла тоже нет. Это не решит проблему. В общем. Отметим, в созданную Минздравом комиссию входит сама Раиса Сулбашева, а также по одному специалисту из Управления городского здравоохранения и ФОМС. Вывод они смогут сделать только после того, как будут готовы и результаты гистологического анализа. То есть, через месяц. Анастасия Соболева, Сардар Ашербаев, НТС. Самому старшему 17 лет, а младшему всего 6 месяцев. Недавно в Чуйской области из Туктогола с 9 детьми переехала многодетная мать Айяр Кын. Ей 35 лет. Живет в селе Военно-Антоновка в съемной квартире. Но говорить о том, что дом этот соответствует требованиям и в нем элементарно тепло и уютно не приходится. Холодные полы на фоне тонких стен это еще полбеды. В семье работает только старший сын, так как остальные из школьного возраста. Так что на заработанные ребенком деньги особо не разгуляешься. Денег не хватает на покупку молока для ребенка, не говоря уже о том, что дети нуждаются в теплых вещах. Как проходят будни многодетельные матери, расскажет Жанна Мурзадюшемекова. 35-летняя Айджаркен Муратова приехала из Токтогула со своими детьми месяц назад. Этот дом они снимают за 3000 сомов в месяц. В этой семье работает только старший сын Айджаркен и заработанных денег едва хватает, чтобы оплатить этот дом. У Айджаркен пятеро дочерей и четверо сыновей. Все они разные по темпераменту, характеру и даже цели у них у всех отличаются. Мальчики любят спорт, девочек тянет заниматься искусством. Вот старшая дочка мечтает научиться играть на Комузе, но пока у нее нет такой возможности. Купить инструмент нет денег, посещать занятия тоже невозможно. Надо смотреть за детьми, помогать маме. С тех пор, как я приехала из Токтогула в Бишкек, прошел месяц. Дети в школу еще не ходят. Главное для меня устроить их школу. Самому младшему всего 6 месяцев. Я пока не работаю. Кормит нас старший сын. Спасибо ему. Несмотря на то, что ему всего 17 лет, он пошел работать. Что поделать, так и живем. Приходится, как говорится, выживать. До переезда в этот дом, что в Вайна-Антоновке, семья жила в жилмассиве Калыс-Ордон. Переехать оттуда пришлось после многочисленных жалоб на шум. Найти это жилье помогли одноклассники Айджаркен-Муратовой. Условия комфортными не назовешь. Холодный пол, небогатое убранство кухни, где находится только плита и несколько одеял. И то их принесли в помощь те самые одноклассники. Если бы не одноклассники, нам бы пришлось сложнее. Они привезли некоторые вещи, теперь есть, что постелить. Конечно, этого недостаточно, так как пол холодный. Нам приходится включать обогреватель, но потом я всю ночь не смыкая глаз. Опасно все-таки. А вдруг что произойдет? А что будет зимой? Страшно подумать. Но я не жалуюсь. Какая-никакая, а крыша все-таки над головой. Раньше мать-героиня, когда жила в Токтагуле, получала пособие от государства. На всех детей сомма выходила хоть и небольшая, но покрывать первое необходимое удавалось. 7500 сомов. Сегодня и этих денег нет, седует многодетная мать. Иначе хотя бы на пособие она могла бы покупать молоко для шестимесячного ребенка или обустроить дом, закупив необходимое. В самом доме нет нормальных условий для житья. Здесь две небольшие комнаты. Айджарка здесь готовит кушать. Как мы видим, совсем мало посуда, ведь семья не маленькая. В доме же нет ни отопления, ни воды. Айджаркын на зиму уголь также не подготовила. А ведь впереди зима. Джангул Мурзаду Ишинбекова, Сардар Аширбаев, НТС. Сегодня Дворец спорта, а завтра десятки других государственных объектов. Компания, которая несколько дней назад провела ремонт в культурно-спортивном комплексе и вызвала возмущение в соцсетях, планирует и дальше заниматься подобной деятельностью. Напомним, в зрительном зале Дворца спорта имени Ходжон-Кола не так давно появились больше двух тысяч новых кресел с логотипом авторов проекта. По словам представителей компании, такого рода бартер давно опробованная практика в бизнес-сфере. Основные цели, я думаю, которые мы поставили, отмечу, первое, ремонт, второе, экономия бюджетных средств, и третье, показать пример, я думаю, эти цели мы выполнили. И выполнили на все 100%, даже можно сказать на 200%. 97% всей прибыли мы планируем тратить на развитие общества. Это будет очень много объектов. Это пусть будет примером. Пусть мы сделаем за 5-10-20 лет покажем десятки, сотни подобных примеров, но мы уйдем с этого мира, и после нас будут тысячи поколений, и они будут все знать, что до нас так делали, и мы будем делать так. Поэтому я призываю всех остальных бизнесменов не отчаиваться и не терять надежду. Как говорится, в полный вперед. В Бишкеке тем временем госслужащих обучают, как противостоять хакерам. Киберучение организовал Госкомитет национальной безопасности. Бороться с хакерами чиновники будут на практике с помощью специальной платформы. Таким образом, говорят ГКНБ, госслужащих обучат выявлять компьютерные атаки и реагировать на подобные инциденты на своих рабочих местах. Киберучения предусмотрены дорожной картой по реализации концепции цифровой трансформации, а также планом мероприятий по реализации стратегии кибербезопасности страны на 2019-2023 годы. Целью данных учений является обучение и обработка практических науков для сотрудников государственных органов при проведении мероприятий по выявлению компьютерных атак. И здесь будут применены в ходе учения различные программы. С переходом цифрового формата взаимодействия между государственными органами, между государственными органами бизнеса, между государственными органами населения создаются определенные риски в части обеспечения кибер-информационной безопасности. И это также становится актуальным и одним из важных приоритетных направлений в рамках внедрения системы электронных взаимодействий Тундук, так как за последние месяцы через данную инфраструктуру государственные органы обменялись документами, общее количество которых составило более 7 миллионов транзакций. Именно с целью обеспечения кибербезопасности предпосстановлением правительства Кыргызской Республики была принята и утверждена стратегия кибербезопасности. Основная стратегическая роль по реализации данной стратегии она определена за Государственным Комитетом национальной безопасности. Это были главные новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...